Добрый вечер! На ТНВ новости в студии Альбина Слагараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Водитель трамвая, врачи и журналисты. День его рождения вместе с вами, моим обручим. Катарстанцы в канун Нового года получили государственные награды. Увидел Слава Кухмадулян. О природе на природе. Здесь можно воплотить свои мечты. С открытия экоцентра в Горкинском лесу. Лина Зинатулина. Когда уже полный потолок. Наверху отекло, получается, по отстойку. Почему коммунальные службы не выполняют свои обязательства и как заставить их работать? На примере одной квартиры расскажет Лисан Сабирова. Жители Зеленодольска могут отказаться от столичной медицины. Каждый житель сейчас не нужно ехать в Казань, не нужно ехать в Москву. Он может прийти и здесь пройти исследование. В высокотехнологичном медицинском центре побывала Альбина Минебаева. В одном зале герой Советского Союза, водители трамвая, повара и работники культуры. В канун Нового года сегодня Рустам Миниханов в Казанском Кремле вручил государственные награды. Среди орденов, медалей и званий оказался и автомобиль. Кого и за что наградили, узнал Слават Махмадуллин. Благодарность ему самому первому. Борис Кузнецов единственный оставшийся в живых герой Советского Союза в республике. Свой первый подвиг он совершил еще 18 лет в битве за Днепр. Сегодня у него день рождения. Герой 92. Имениннику в подарок ключи от автомобиля. Вот этот автомобиль в день его рождения вместе с вами мы ему вручим. Наш Тадостанк это колыбель нашей России. Фотография на память шутка от президента и звания заслуженный работник транспорта России. Флюруиш Мухаметова к этому шла, а точнее ехала почти 40 лет. Женщина работает водителем трамвая в Челнах. Я живу рядышком в Усть-Катаве, где наши трамваи выпускают. Потом я там работала 4,5 года водителем-испытателем. И потом что-то вот захотелось, свою судьбу в Челнах. Среди награжденных сегодня и наша коллега, редактор Болго-радио Солюция Шарафиева. С этого дня она заслуженный работник печати и массовых коммуникаций. Мы 15 лет в эфире, я принимаю награду как награду для моего коллектива. Под торжественный оркестр и привычные для себя поддесменты медаль Ордена за заслуги перед республикой получает Александр Славутский. Его Качаловский сегодня собирает только полные залы. У меня есть разные звания, почетные награды, российские. Но эта награда для меня наиболее дорогая, потому что она за заслуги перед республикой, за то, что мы делаем. Государственные награды сегодня получили больше 50 татарстанцев. Это учителя, врачи, экономисты, аграрии. Этот смисок можно было бы еще продолжить. Благодаря энергии, таланту людей, увлеченных своим делом, воплощается жизнь самой смелой идеей. В науке, образовании, медицине, культуре и других не менее важных отраслях. Но награды, это, конечно, не пик карьеры и жизни сегодняшних героев. Уже меньше, чем через неделю наступит Новый год, в котором они продолжат доказывать свою профессиональность, и что знаки отличия на груди – это не случайность, а следствие. Слава от Мухмадуллина Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Из разных отраслей за различные заслуги в Казани наградили лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года». Победителя поздравил Рустама Неханов, лучших определили в 25 номинациях. Так, за высокую конкурентоспособность отличен заместитель гендиректора «Татнефти» Рустам Халимов. За высокую социальную ответственность – гендиректор «Татэнерго» Раузельхозеев. Как отметили сейчас востребованные лидеры-технократы, они владеют ситуацией и технологиями. Подготовка кадров, в том числе нового поколения управленцев – это одна из стратегических задач Владимира Путина. Президент Татарстана также вручил восьмой том книги благотворительной и благодарственной письмой Республиканского фонда «Возрождения». Награды получили генеральный директор компании Таиф Альберт Шигабудинов и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. О природе на природе. В Горкинском и Амитевском лесу сегодня открылся экоцентр. Это вторая очередь реконструкции парка. В уходящем году в Татарстане появились 68 общественных пространств в 45 районах. Совместная работа архитекторов, жителей и спонсоров в Татарстане – отложенная схема, которую уже ставят в пример другим регионам. О новых возможностях Лина Зинатулина. Здесь у нас цвет поменялся, значит здесь есть экоцентр. Проверить чистоту снега в лаборатории нового экоцентра проще простого. Петр Мазин давно увлечен экологией, но до этого заниматься мог только в школьных классах. Условия очень хорошие, микроскопы очень хорошие. Сразу вид выходит на парк, и то есть, ну, все видно. И, конечно, с современными детьми не обойтись без мультимедиа. Это интерактивная экоигра. Весь Горкинско-Метевский лес перед нами на карте. Задачи разные – разыскать определенные виды животных или растений, или, как мы, очистить лес от мусора. Вот этой горе коробок в лесу точно не место. Раздвижные стены, чтобы при необходимости сделать аудиторию просторнее. Панорамные окна для единения с природой и выход на крышу, чтобы наблюдать жизнь леса с высоты. Мы хотим жить в благоустроенном, комфортном и чистом городе. И вот это еще один шаг в воспитании, экологическом воспитании наших детей. Благоустроенный и чистый город с помощью самих жителей. Привлекать людей к обновлению городской среды – задача от президента страны. И в этом Татарстан – образец для регионов. Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов, поселков соответствовал ожидаемым ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом. На эти работы в Татарстане в этом году ушло 3 миллиарда рублей. Два из бюджета республики, остальное из федерального. Это 68 объектов, обновленных и построенных с нуля в 45 районах. Все с широким участием самих жителей. В облагороженной среде меняется и сознание. Если 4 года назад муслюмовцы ходили по улицам в галошах, то теперь щеголяют в туфлях. Муслюмова признали самым благоустроенным поселком страны. А в Урусу на стражу общественных пространств уже встали народные дружины. Живые благоустроенные парки – залог культурного отдыха. Люди, соответственно, приходят туда те, кто хочет вовлекаться в немаргинальные способы провести досуг. И создают тем самым среду, в которой маргиналам неудобно. Не только жители, но и крупные компании участвуют в улучшении городской среды. Компания Таиф выделила 250 миллионов рублей на благоустройство любимого казанцами озера Лебяжья. К Новому году здесь появится освещенная лыжня. В следующем году новую жизнь в республике получат еще 57 объектов. Федеральный центр обещал выделить Татарстану 700 миллионов рублей. Но в республике надеются, что при успешном освоении средств этот ресурс могут увеличить. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ «Казань». К другим темам. Рустам Мениханов поручил исполкому Казани найти помещение центру помощи детям инвалидам по слуху. Об этом он сообщил на приеме граждан. Президенту рассказали о проблемах центра. По видеосвязи к президенту обратились и другие татарстанцы. Также жительница Альметьевска просила оказать содействие в ремонте спортшколы Олимпийского резерва, а мать пятерых детей Зеленодольска в покупке автомобиля. По итогам приема граждан будет составлен протокол поручения президента. А у них уже потолок. Молодой семье Сафоновых тоже пришлось обращаться к президенту. Хотя проблема, казалось бы, выеденного яйца не стоит. Это лето для семьи стало настоящим испытанием. Из-за протекающей крыши у жителей с самого последнего этажа затопило сразу несколько комнат. Предпринятые меры со стороны коммунальной службы напоминали сито. Даже после нескольких обращений залатать дыры качественно не смогли. Лясен Сабирова подробнее. Погода в доме испортилась. Спрятаться от обильных осадков Сафоновы не смогли даже в собственной квартире. Потоп начался с подъезда еще три года назад. Обращались в ЖЭУ и ждали. Помощь не пришла. А вот вода уже пошла с потолка кладовки, затопила балкон. Всему виной протекающие крыши дома. У Сафоновых квартира на самом последнем этаже. Первое обращение у нас было в июне месяце. В июле, значит, у нас опять были дожди. Еще одно обращение. Видимо, потом вот они их устранили. Но некачественно. И уже в конце июля, получается, снова обращение. По обращениям в коммунальные службы можно составить метеодневник. А так, в ЖЭУ утверждают, сработали оперативно. Сразу же после дождя, в другой день, пошли наши работники, там кровельщики. Старый там кровельный материал сняли, новый кровельный материал положили. Там примыкания все заделали праймером и герметиком. Но встал вопрос качества. Ремонт был сделан для галочки. Тогда Сафоновые пошли выше. Сначала обратились в Голжилый инспекцию, потом и вовсе написали президенту Татарстана. Реакция пошла сразу, и причем такая достаточно активная. Шли, уже еще раз все сделали, показывали нам фотографии, что они как отремонтировали. Залатали дыры на крыше, коммунальщики своими силами отремонтировали и испорченный ремонт на балконе. Теперь в ЖЭУ за качество отвечают. Течь не будет и в подъезде, заверили нас, а в ближайшие дни побелят и стены. На каждого нерадивого коммунальщика найдется управа. Все благодаря тому, что просьбам татарстанцев уделяется внимание на высшем уровне. Лизан Сабирова, Амир Зальшев, ТНВ, Казань. Можем остаться без крыши над головой. Сегодня 20 человек, которые ждут своей квартиры по программе социальной ипотеки, пришли в Государственный жилищный фонд. Люди в панике, ведь они среди тех, кто должен был получить жилье в этом году. Но пока о квадратных метрах нет разговоров. Удалось ли успокоить граждан в нашем репортаже? 20, описали, что приедут. Надеемся, что смогут все. На встречу жители пришли раньше времени. Вопрос волнует сильно, и он один. Получат ли они свои квартиры в этом году? Нет. Должно прийти, дойти. Все пришедшие претендуют на квартиры в микрорайоне Салават-Купере. Вовремя вносят средства и стоят в очереди больше трех лет. Ильшат Зарипов ждет двухкомнатную квартиру вместе с женой и дочерью. Мы в 2017 году должны получить квартиры, но до сих пор еще не получили. Ждем, беспокоимся. В этом году жилье по социальной ипотеке в республике должны получить 200 человек. Заявки каждого рассматриваются в индивидуальном порядке, сообщили в ГЖФ. Задачи талантного тлача поставлены до конца текущего года обеспечить всех участникам жилье. Поэтому мы над этим работаем, и до конца года, остатки считанные дни, квартирами будут обеспечены. Квартиры разыгрываются ежедневно. Это можно отследить на сайте. Стоит отметить, что есть в этой ситуации и недопонимание со стороны населения. Как отметили в ГЖФ, разыгранные заявки сразу удалять не стоит. Тогда шансы на выигрыш уменьшаются. Ведь в последний момент кто-то может отказаться от квартиры, и она снова участвует в конкурсе. Альбина Слагараева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Порядок выдачи земли многодетным семьям, установленным исполкомом столицы, сегодня признали антиконституционным. Напомним, на дискриминацию пожаловались несколько многодетных мам. В суде рассмотрели земельный кодекс и постановление исполкома. И в последнем нарушении нашли перечень земельных участков, бесплатно предоставляемых казанским многодетным семьям. Утвержденные исполкомом еще в 2013 году не соответствуют сразу восьми статьям Конституции Республики. Сегодня задержан первый подозреваемый по делу о взрыве на гипсовом бруднике под Камским устьем. Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий, им оказался 58-летний горный мастер Константин Макаров. Именно он как мастер подписал документацию об израсходовании взрывчатки. Причастность к совершению преступления Макаров не признал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных с законом мер пресечения. В Иннополис больше резидентов. Обосноваться здесь в ближайшее время смогут еще 8 новых компаний. Их кандидатуры сегодня одобрили в Доме правительства. Там прошло заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны, которую провел Рустам Мениханов. Объем инвестиций составит почти 650 миллионов рублей. Какие IT-проекты будут воплощать в реальность Анна Городнова? Меня зовут Мануэл. Я живу в Казани 3 года. Итальянской пасте он предпочел Чак-Чак, а модной столице – столицу инновационную. Мануэль Мацаро – профессор университета Иннополис. Сфера его научных интересов – кибербезопасность, социальные сети и глобальное здравоохранение. Студенты по сравнению с другими местами, где я работал, в Иннополисе очень умные. У них высокий уровень образования и с ними интересно работать. Для жизни и работы итальянец выбрал самый молодой город страны. Один из немногих, построенных с нуля в постсоветской России. Из компьютерной графики выросла целая IT-столица. В городе расположены университеты Иннополис и особая экономическая зона. Сам факт появления такого проекта говорит о реализованной стратегии развития цифровой экономики, о которой не раз говорил Владимир Путин. Цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, это уклад жизни. Новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Развитие особых экономических зон послужит толчком для формирования цифровой экономики. Ведь именно здесь живут и работают лучшие IT-специалисты мира. Сегодня в Иннополисе стало на 8 резидентов больше. Это зарубежные российские компании. Проекты одобрили на заседании Наблюдательного совета экономической зоны. Таким образом, количество резидентов увеличится до 70. В скором времени здесь начнут разрабатывать облачную 4D геоинформационную платформу. Платформу хранения данных с применением блокчейн и другие проекты. Потенциальными заказчиками станут органы в госвласти и коммерческие компании. Анна Городнова и Громанов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Шел, упал гипс. Это скотство, которое стимулирует мышцы. О новых методах лечения травм расскажет Алина Бережная. Без лицензии елочку купили мы зимой. Будем оформлять? Может, ее незаконно сформулируют, может, не в святомнике взяли. Как прошел рейд татарстанских лесников, увидел Сергей Хайдаров. Медаль за доблестный труд вручил Рустам Мениханов генконсулу Турции в Казани. Встреча прошла в Казанском Кремле и организована по случаю завершения Турханом Дельмачем своей деятельности в столице республики. Президент поблагодарил дипломата за плодотворное сотрудничество. О политике в цифрах сегодня Фарид Мухаммедшин выступил перед участниками образовательного семинара Гражданский университет Идель. Глава парламента рассказал о работе Республиканского госсовета. В этом году по федеральным программам в республику привлекли 84 миллиарда рублей. Татарстан же стал лидером по программе самообложения. Сегодня второй день семинара в Альметьевске. Слушателями стали порядка 100 человек. Важно, что безотказно приезжают и представители ЦИК, и представители ученых университетов Казани, лекторы, которые на актуальные темы делают лекции. Сегодня инициативная группа выдвинула Владимира Путина кандидатам на президентские выборы. За это решение проголосовали более 600 человек. Теперь Владимиру Путину нужно направить документы в Центрисбирком и можно собирать подписи в свою поддержку, чтобы официально стать кандидатом. Напомним, всего о своих намерениях побороться за президентский пост заявили более 40 человек. Это известные политики, как Жириновские и медийные личности вроде Собчак. Мы попросили эксперта оценить их шансы на попадание в избирательный бюллетень и преимущества Владимира Путина. Сошлемся на предыдущий опыт выборов Российской Федерации и опыт выборов президентов других стран. Но обычно 5, в среднем не более 5 кандидатов в президенты попадают в итоговый избирательный бюллетень. На мой взгляд, это нормально. В противном случае нельзя исключить, что среди тех, кто решил участвовать в избирательной кампании, будут А, городские сумасшедшие, такие всегда есть, да, и Б, ну некие, я назову их так, определенные предприниматели от избирательных кампаний, которые идут на выборы, зная, что у них никаких шансов быть выбранным нет, но засветится. Владимир Владимирович все время сохранял высокий, как бы, кредит доверия, и рейтинги его всегда были приличные. Опыт достаточно успешный. Страна прошла целый ряд кризисных явлений. Наивно думать, что это было сделано не благодаря, а вопреки. Да нет, благодаря. Армия не может выигрывать сражения вопреки главнокомандующему. Другое дело, что, может быть, для кого-то эта работа была не очень заметна, но это уже другое дело. Кстати, это высший пилотаж управленческий на футбольном поле. Если рефери свистит редко, а нарушений правил немного, это значит, что он очень хорошо руководит матчем футбольным. Во-вторых, я думаю, Владимир Путин доказал свою состоятельность еще и тем, что он вполне состоявшийся лидер мирового уровня. Объяснили, можно ли поставить галочку карандашом и что будет, если этот знак заменить сердечко. Сегодня для студентов-строителей устроили интерактивную лекцию о выборах президента России. В роли лекторов для молодежи выступила сама же молодежь из молодежного правительства республики. Рассказали, что на этот раз можно голосовать не по месту прописки, а в месте фактического нахождения. Для этого, правда, надо заранее уведомить избирательную комиссию. В участковый или территориальный орган можно обратиться и через многофункциональный центр. Медицина будущего уже в настоящем. Сегодня в Зеленодольском районе открыли медицинский центр высокотехнологичной медицины. Альбина Минебаева оценила новейшую диагностику. Заглянуть настолько глубоко, что увидеть организм человека чуть ли не до каждой клетки. И этот магнитный томограф врачи сравнивают с 600-м Мерседесом. Точный и быстрый, чтобы среагировать на заболевания как можно оперативно. Даже можно с пиктероскопией. В среднем исследовании 15-20 минут занимается. Этот томограф считается жемчужиной в современной медицине. Работает как сканер и делает минимум 200 снимков. Дальше они выстраиваются в цифровую голограмму. Это, например, сердце здорового человека. Так оно сейчас бьется у меня внутри. Я могу так вот подержать его, посмотреть и даже повертеть. Трехмерная визуализация является определяющей. И именно она будет представлена в будущем как метод, способный наиболее просто, ясно и понятно, показать не только врачу, но еще и пациенту его проблемы. Такой уровень диагностики направлен на выявление онкозаболеваний. Увидеть все до мелочей могут сейчас в Зеленодойском медцентре. Он работает по системе государственно-частного партнерства. Ежегодно 2000 человек смогут проходить обследование бесплатно по пульсу ОМС. Если есть подозрения на онкопатологию, они вносят в систему для того, чтобы мы в последующем именно в информационной системе онкологического кластера могли отследить и обеспечить своевременность прохождения до обследования и последующего лечения. Каждый год онкобольных становится больше на 15 тысяч человек. При такой статистике самое главное обнаружить рак на первых стадиях. Поэтому в этом медцентре запустили сканирование всего организма. Люди не знают о том, что у них творится в других органах. Они приходят к нам на головной мозг, на позвоночник, а мы находим у них проблемы совсем тех органов, которые они ожидали. И если это выявляется в плане раннего выявления, именно онкопатология большое значение имеет. Пациенты же пока для себя отмечают самый главный плюс. Это экономия времени. Столичная диагностика стала доступна и периферии. Такой же уже шестой медцентр появится и в Буинске. Не только точный диагноз, но и высокотехнологичное лечение. В Татарстане ежегодно открываются новейшие медицинские центры, в том числе и травматологические. Ведь каждый десятый житель республики в течение года получает травму. Сегодня главный травматолог Татарстана рассказала о ноу-хау в лечении травматизма. Пальчики можете посеверить? Нет. Шла, подскользнулась, упала гипс. Утро рушения Ифатыховой началось с травматологии. Упала у своего дома, торопилась. Переломы, ушибы, растяжения. С приходом зимы врачи травматологического центра РКБ перешли на усиленный режим работы. Каждый день с травмами сюда поступают до 35 пациентов. Причем большинство из них пенсионеры. Количество пациентов пожилого возраста достаточно высоко, особенно в последнее время. Поэтому участились случаи, особенно при гололюде. Переломы именно шейки бедра, чрезвертельные переломы. Перелом бедренной кости. Как раз при заболеваниях и травмах позвоночного столба. От приема до реабилитации за последние два года в Татарстане растет количество современных травмцентров. Здесь проведут консультацию, назначат лечение, прооперируют и проведут реабилитацию. Вот, к примеру, медцентр Иннополиса. Здесь восстанавливают пациентов после тяжелых травм. Одно из ноу-хау – антигравитационный аппарат, который под воздействием воздуха прорабатывает мышцы ног. Всего 20 минут тяжелобольной пациент с места аварии доставлен до травмцентра. За два года вертолетные бригады скорой помощи спасли десятки тысяч жизней. Благодаря вот этим мероприятиям удается за последние три года снижать смертность от дорожно-транспортных происшествий. Сейчас в республике работает 21 современный травмоцентр. Ведь здравоохранение – приоритетный проект в стране. Качество, оперативность и технологичность – вот рекита, который определил для медицины будущего президент России Владимир Путин. Главные критерии успеха всех проектов в сфере здравоохранения – значимые и ощутимые результаты, которых люди ждут. А это точная и быстрая диагностика и действенное лечение. По самым минимальным оценкам, за год Татарстане на оказание медицинской помощи и оплату лесков нетрудоспособности расходуются около 2,5 миллиардов рублей. И ежегодно десятки миллиардов рублей в России выделяются на развитие медицины. Алина Бережная, Марат Сетгараев, ТНВ, Казань. Купить, но не губить сегодня татарстанские лесники совместно с автоинспекторами вышли в рейд. Какое наказание грозит за зеленую красавицу Сергей Хайдаров? Для этого мужчины сегодняшняя встреча с лесниками стала полной неожиданностью. Он спокойно вез елку в салоне автомобиля к себе домой, не имея документов на покупку. Будем оформлять? Может, вы ее незаконно срубили, может, не в питомники взяли. После этих слов любители елок и след простыл. Нарушитель при встрече с лесниками настолько растерялся, что бросил свою машину прямо на дороге. Причем сделал это так, что она застряла. Сам ушел по вот этой дороге и сказал, что скоро документы будут. Здесь мы ждем его уже минут 15. Найти его удалось в питомнике, где, как выяснилось, и была приобретена елка. Документы были уже на руках. Елку выписал с утра, документы забыл дома. Съездил, привез. Под такую колючую проверку сегодня попали десятки автолюбителей. И большинство из них считает, что лучше купить, чем незаконно губить. Каждый год стараемся вот сюда приехать и перекупить. Но лучше хочу. На базаре очень дорого. В питомнике и цены ниже, и выбор больше. Здесь 2000 деревьев. Есть елки, сосны и голубые ели. Кстати, последние пользуются невероятной популярностью. Она очень долго держится. Но некоторые предпочитают ехать в лес, вооружившись топором, нежели купить дерево. В Сатарстане лидерами по незаконной вырубке хвойных являются Арский, Кукмарский, Балтасинский и Отнинский районы. Чтобы спасти деревья, лесники объединили усилия с сотрудниками автоинспекции и полиции. Сегодня полномасштабный рейд прошел и в Автограде. Без нарушений не обошлось. Поехали в сторону дома. Видели на обочине связанную елку, остановились. И в это время тоже остановились. За такое нарушение предусмотрен штраф. Который составляет для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 40 до 50 и на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Подобные рейды продолжатся до Нового года. Кто еще не приобрел лесную красавицу, советуем делать это у официальных продавцов. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Лаишевский район, Набережные Челны. Нижнекамские водители сегодня тоже оригинально дали старт новогодним праздникам. Уже не первый год они собираются для того, чтобы выстроить из машин новогоднюю фигуру. В этот раз более 70 автовладельцев создали фигуру снежинки и надпись 2018, а затем включили аварийные сигналы. А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не обращаюсь. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей. Спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Последний рывок перед Новым годом. Хоккеистам Акбарса осталось провести два выездных матча в Астане и в Новосибирске. Перед этим команда противостояла Омскому Авангарду. Два лидера Восточной конференции с первых минут пристреливались к воротам соперника. И самым точным в этом компоненте стал канадский нападающий Акбарса Роб Клинхаммер. Второй период запомнился голевой феерией. На две шайбы о мячей дважды ответил Станислав Галиев и вернул победный счет гостям. Но третий период расставил все точки над «и». Авангард забивает три шайбы и выигрывает 5-3. Следующий матч Акбарс пройдет завтра в столице Казахстана. Наш соперник – местный клуб «Борыс». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. Продолжаем хоккейную тему. Казань впервые принимает Кубок Академии Хоккей Акбарс. В Татарстан приехали лучшие детские команды. Москвы, Казахстан, Белоруссии и Латвии. На льду дворцов «Зеланд» и «Ватан» сыграют 9 команд игроков 2004 года рождения. Татарстан на казанском турнире представит сразу три коллектива. Сборная Академия составлена из хоккеистов Казани, Альметьевска, столичная волна и нефтехимик из Нижнекамска. В первые три игровых дня команды определяют места в своих группах. Четыре лучших коллектива будут бороться за выход в финал и главный трофей турнира. Открыли новый лыжный сезон вдоль плотины на набережной Вопаства. В торжественном мероприятии приняли участие 200 учеников из 19 школ. Помимо традиционных лыжных гонок ученикам представили соревнования по конькобежному спорту. В результате стартов победителем стал ученик школы «Большой кукус» Ранис Нурмахаметов. Помимо грамоты и медалей, все участники смогли полакомиться блинами и традиционным чаем из самовара. А юные баскетболисты тем временем вернулись с победой из Пензы. Там завершились региональные соревнования среди юношей 2002 года рождения. Воспитанники детской юношеской спортивной школы «Трудовые резервы» не оставили шансов своим соперникам. Всего на открытом турнире Пензенской области приняли участие семь коллективов. Ребята под руководством Артема Исаева выиграли все свои матчи, а в финале одолели местных баскетболистов. Юных чемпионов встретили на железнодорожном вокзале «Северный». Теперь команда будет готовиться к другим стартам на российском уровне среди юношей. Сейчас два дня отдохнем и с 26 числа по новой пашем работаем. И уже опять в новогодние каникулы еще один турнир будет. Или в Казани, или в выездной. Сейчас вот решаем. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике ожидается потепление. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно. Ожидается небольшой снег и около 0 градусов. На северо-востоке пасмурный снег. Температура воздуха там составит до 0 градусов. На севере Татарстана ожидается снег. Местами сильная температура воздуха там составит тоже около 0 градусов. На северо-западе снег и плюс 1 градус. На юго-западе Татарстана тоже не обойдется без снега. Температура воздуха там составит до 2 градусов выше 0. В центральном районе республики облачно снег и минус 1 градус. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Газ Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани – Гашика, 7, телефон 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор» Казань. Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды по торговой марке «Кукмара». В ассортименте более 400 номинований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег и до 3 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 91%. Магнитное поле земли спокойное. Строительно-монтажное управление «12» поздравляет новоселов ЖК Приволжске с наступающим Новым годом. Счастья вам и семейного благополучия. Торопитесь и вы стать обладателем квартиры в доме на берегу Волги. Новый год в новой квартире. Мир вашему дому желает всем жителям Датарстана строительно-монтажное управление «12». Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК Приволжский. В Новый год в новой квартире. 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 Продолжение следует...